Лыжники из Ненецкого округа готовятся к первенству России. Уже 5 февраля спортсмены отправятся в Сыктывкар, где пройдут подготовительные сборы. А 19 февраля им предстоит выступить на главных соревнованиях сезона – первенстве России. По мнению тренеров, у наших спортсменов есть шансы заявить о себе. Кроме того, Виталий Потуткин и Карина Чепсанова представят Ненецкий округ на финальной спартакиаде в Красноярске. О том, как готовят лыжников в Ненецком округе, в материале Ольги Русул. Задача на тренировку состоит из следующего. Первый округ считается как разминочный, дальше по дистанции идем с одной палкой. На улице слегка за 20. Впрочем, в лесу, где расположена лыжероллерная трасса – основная база для спортивных тренировок – мороз почти не ощутим. Ну, мороз потеплен в детстве и хорошо. Мороз – самая лучшая тренировка. Да, почему? В первенстве Республики Коми он стал вторым, на несколько секунд отстав от лидера. Меня записала мама на секцию, я не выбирал. Я вот просто, ну, помню то, что сидел дома, и меня просто мама забрала и привела на стадион. И у нас уже сразу была первая тренировка – это кросс по стадиону. Вскоре Вячеславу Эдуарду предстоит выступать за нянецкий опыт на всероссийских соревнованиях в Заинске. А у этих юных лыжниц большие победы еще впереди. А пока усиленные тренировки. Я пришла на лыжню России и потом решила записаться на секцию. С детства уходила с папой кататься на трассу, и мне очень понравилось. Мне стало проявляться к этому интересу. Меня записали родители в первом классе на лыжную секцию. Лыжный спорт легким не назовешь. В любую погоду, за исключением совсем уж сильных морозов и ветров, спортсмены выходят на лыжню. Тренировки проходят ежедневно. Укрепляешь свое здоровье. Для своего развития это также полезно. И становишься сильнее. В школе Олимпийского резерва труд более 20 школьников посещают лыжную секцию. В основном тренировки проходят совместно с воспитанниками детско-юношеского центра «Лидер». Тогда на лыжню для подготовки выходит порядка 50 человек. Всего же, если учитывать самых маленьких лыжников в Ненецком округе, около 200 детей занимаются лыжным спортом. «Чтобы подготовить одного спортсмена полностью, от откатки до подготовки к самим соревнованиям, это занимает от 2 до 2,5 тысяч рублей. То есть у нас спортсменов 18 на сбор, это каждого подготовить, это тоже достаточно весомые такие суммы выходят. Самое главное, что сейчас по сборам таких проблем не возникает. Если нужно куда-то ехать без проблем, оплачивают, все здорово». Тренеры отмечают, в последнее время на спортсменов-лыжников в регионе обратили внимание. Поддержка ощутима и на пользу. Ведь Ненецкий округ уже прославил лыжник Александр Терентьев. Вырастить еще и ни одного в регионе совсем не проблема. Тем более, что кандидаты есть. Главное – поддержка. «Нужно увеличивать количество начальной подготовки детей, чтобы от самых маленьких до самых больших у них был стимул заниматься. Так как у нас самые большие ездят и показывают результаты, и чтобы маленькие на них также смотрели. И затем это получается, что такой стимул у них, идет борьба между собой, и в итоге такая конкурентная борьба показывает хорошие результаты». 5 февраля спортсмены отправятся на спортивные сборы в Сыктывкар. Это подготовительный этап перед первенством России. Тренеры уверены, наши лыжники смогут серьезно заявить о себе.